Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Бако Саакян встретился с членами круга дружбы Франция-Арцах в Париже. Ожидания Джона Болтона нереалистичны, министр иностранных дел Арцаха. Массовые протесты в Джераблусе против террористических групп, поддерживаемых Турцией. Переговоры о вступлении Турции в ЕС будут отложены. В Силопе уже четыре дня нет воды. Школы в Дерсиме и Баберде из-за сильного снегобада закрыты. Гора Артос. 14 ноября президент республики Арцах Бако Саакян в Париже встретился с крупой членов круга дружбы между Францией и Арцахом. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью администрации президента республики Арцах. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся отношений между Францией и Арцахом. Президент отметил, что развитие отношений с Францией является одним из основных направлений внешней политики Арцаха, выразив признательность членам круга дружбы за усилия, направленные на углубление и расширение двусторонних связей. Позиции республики Арцах и республики Армения по урегулированию достаточно четкие. Об этом заявил глава МИД Арцаха Масис Майлян в интервью газете «Азад Арцах». Власти республики Арцах в течение многих лет последовательно отмечали необходимость восстановления трехстороннего формата переговора с прямым и полноправным участием Арцаха на всех этапах урегулирования, что имеет решающее значение для продвижения мирного процесса и обеспечения его эффективности. Урегулирование, в свою очередь, должно быть основано на признании факта реализации народом Арцаха права на самоопределение. В связи с этим считаю необходимым подтвердить готовность власти Арцаха де-юры взять на себя свою часть ответственности за обеспечение стабильности и меры в регионе. О необходимости возвращения Арцаха за стол переговоров было заявлено также исполняющим обязанности премьер-министра республики Армении Николом Пашиняном, что закреплено и в программе правительства Армении, отметил глава МИД. Что касается ожиданий Джона Болтона относительно урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта, то они нереалистичны. В силу ряда причин добавил Масис Мейлен. Жители Джараблуса района сирийского Алеппо протестуют против террористических элементов щита Ефрата и говорят, что присутствие этих групп вокруг города должно быть прекращено. В городе Джараблус произошла террористическая атака, в результате которой погибли три человека и получили ранения мирные жители, сообщает Фарс Ньюс. Город Джараблус контролируется террористами, которые являются членами Ефратского щита, движение которой управляется Анкарой. Сирийский центр по правам человека отметил, что подразделения подконтрольной Анкаре не смогли успокоить город, где похищение, убийство и вооруженные нападения стали обычным явлением. Жители города призвали группировки переместить свои центры из жилых районов города, поскольку они систематически подвергаются атакам. В течение последних двух лет свободная сирийская армия при поддержке Анкары начала атаку на город Джараблус, расположенный к северу от Алеппо, но окончательного контроля над городом не получила. Европарламент призвал отложить обсуждение вступления Турции в Европейский Союз. Европейский Совет намерен подписать резолюцию, которая может стать поворотным пунктом для отношений между ЕС и Турцией. По слухам, он был отложен, чтобы отложить присоединение Турции на том основании, что он не придерживался копенгагенских норм. Чтобы отложить переговоры о вступлении Европейской комиссии, необходимо дать указания и подтвердить главу государств и членов ЕС. В прошлом году Европейский парламент официально предупредил, что вопрос о членстве Турции и ЕС будет отложен. Приоритеты доклада отводятся тому, что произошло в стране после 15 июля. Например, аресты, ограничения свободы слова в Турции, нарушения прав гражданского общества, арест Османа Кавала, мирное урегулирование курдского вопроса и ряд других вопросов. Несмотря на все призывы, сделанные в докладе, ЕС выступает против сжигания всех мостов с Турцией. Доклад будет представлен Генеральной Ассамблеи Европейского парламента для окончательного голосования в январе или феврале после одобрения Комитета по иностранным делам Европейского парламента. В селопе в течение четырех дней нет воды. Сельские жители отмечают, что если правительство не будет решать этот вопрос, они переедут в другие страны. В многих районах Шернака постоянное отключение воды. У двух тысяч человек нет воды в течение четырех дней. Сельские жители сообщают, что все запасы использовались до сих пор. Один из жителей Муса Керт отметил, что каждый месяц, несмотря на трудности, мы платим наши коммунальные платежи. Он также отметил, что они заранее не были проинформированы об отключении воды. В частности, по решению органов местного самоуправления, школы в Беберде и Дерсиме не будут работать в течение двух дней. Первый снег в этом году также вызвал серьезные трудности для водителей. Многие горные дороги были полностью закрыты, и движение в городах было очень сложным. Напомним, что в прошлом году из-за обильного снегопада около 400 деревень в провинции Эрзрум были полностью закрыты и отрезаны от связи с внешним миром. Артос находится в горной системе Таврос. Высота 3550 метров. Горные склоны покрыты горной и субальпийской растительностью. С вершины холма открывается прекрасный вид на деревню Гуяяш, ранее называемый его Стан, гору Сепан, озеро Ван и его острова Ахтамар и Артер. О горе Артос рассказывается много легенд. Как сказано, один из рогов Тавроса – Тельца – Артос, а другой – Арнос. Говорят, что когда Ковчег Ноя приплыл к Артосу, он прослезился, и с тех пор гору называют Артос. По-армянски – Арцунг – слеза. Церковь святого Зарахана Сурпанышан расположена на склоне этой горы, где похоронены остатки армянского историка Ерзеше – ученика Маштоца. Красное Евангелие – Шахпага, и подножие горы была деревня Шахпаг. Однажды девушка из этой деревни видит сон, что женщина в красном платье садится на красную лошадь и показывает подножье горы Артоса, говоря ей, что там есть Евангелие. И девушка должна найти его и поколениями хранить его. Брат девочки идет к подножию Артоса, чтобы найти Евангелие. Там он находит пустынный дом и видит красного петуха в углу дома. Он видит в этом знак Божий и начинает рыть область вокруг петуха. Найдя книгу, он приносит ей домой, кладет в красную коробку и зажигает свечу возле Евангелия, превратив дом вместо паломничества Красного Евангелия. Некоторое время спустя духовный правитель Вана перевез Евангелие в Ван, церковь Ншан. Однако после жалоб жителей деревни Красное Евангелие снова было перемещено в деревню, но на этот раз оно помещено в центральную церковь деревни. В 1915 году армяне из Шахпага участвовали в самообороне Ван, и жители были вынуждены покинуть свои дома и эмигрировать в Восточную Армению. Но большинство из них по дороге подверглись многочисленным пыткам и убийством. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию. Аран Циняш. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!